Спонсор передачи «Город женщин» – торгово-производственная компания «Камелёк». Добрый день! На каналах НВК Саха и Саха-24 передача «Город женщин». С вами Юлия Фёдорова, Саргалана Амосова. Добрый день! И Юлия Наким. Здравствуйте! Минувшее воскресенье вся Россия отмечала День матери. А сегодня мы бы хотели затронуть тему многодетного материнства. В сегодняшней передаче мы охватим сразу несколько тем. Как проходит День многодетной мамы, работа по дому при наличии маленьких детей, отношения окружающих к многодетным семьям, а также какими качествами должна обладать многодетная мамочка? В нашей республике большое количество многодетных семей, о которых нам хотелось бы рассказать. Но мы обязательно к этой теме ещё вернёмся. А сегодня мы хотели бы рассказать об активных мамочках. Ровно месяц остался до самого долгожданного праздника в году. Многие уже начинают отсчитывать дни, особенно дети. А как сделать ожидание более радостным, расскажет Юлия Наким. Сегодня 1 декабря, а это значит, пришло время сделать адвент-календарь. Что такое адвент-календарь? Я вам сейчас объясню. Адвент в переводе с латинского означает «пришествие». То есть по-другому ещё это называется «ожиданием Нового года». Сейчас я вам покажу, как сделать вот такие вот замечательные пакетики, куда мы будем складывать подарки, либо сладкие сладости. И обязательно задание, которое должен выполнить ваш ребёнок. И за это он получит приз. На каждый день месяца мы будем делать такой конвертик. И на него мы приклеим цифры с указанием даты. Для этого вам нужно будет распечатать на компьютере цифры от 1 до 31. Также напечатать задания для адвент-календаря, которые ребёнок будет выполнять каждый день. Ну, например, сегодня мы будем вырезать снежинки. Или смастерим снеговика. Или нарисуем рисунок на окне. Или сделаем гирлянду и повешаем её в комнате. Или напишем письмо Деду Морозу. Как раз сегодня, 1 декабря, мы и будем этим заниматься. Итак, давайте приступим. Для того, чтобы сделать такие пакетики, нам нужна линейка, ножницы, карандаш. Мы измеряем примерно 25 на 25 сантиметров. И всё это вырезаем. Все эти пакетики мы будем мастерить самостоятельно. Вообще, эта идея к нам пришла из Германии. Её изначально адвент-календарь используют для того, чтобы ожидать, готовиться к Рождеству 25 декабря. Но в России немножко вот эту традицию переделали. И сделали 31 число. Для того, чтобы сделать конвертик, нам нужно наметить серединку. Затем сложить немножко внахлёст для того, чтобы нам приклеить её. Вот таким вот образом берём клей-карандаш, наносим её на бумагу, приклеиваем, так, и снизу также загибаем, наносим клей. И приклеиваем. Вот у нас получился такой маленький пакетик. Их мы должны будем изготовить 31. Туда мы будем ложить либо сладости, это чупа-чупсы, киндер-сюрпризы, какие-то вот те любимые сладости, которые нравятся именно вашему ребёнку. А также игрушки, то есть то, чем любят заниматься. Я выбрала пазлы, я выбрала Майнкрафт, выбрала Лего, машинку, трансформеры. Это такой мальчиковый набор. Да, чисто мальчиковый набор. А также вот символ Нового года – собачка. Я буду их чередовать. Один пакетик буду со сладостями делать, один с игрушками. Это мы делаем вместе с детьми или самой нужно всё спрятать? Это нужно сделать самой, потому что для ребёнка это должен быть сюрприз. Вот ребёнок же часто спрашивает, мама, ну когда Новый год? Или когда мама день рождения? А вот он будет смотреть на этот календарь, и он уже будет знать, сколько дней осталось до этого события. И, кстати, забыла сказать, что адвент-календарь можно делать не только к Новому году, но и к какому-то событию. Это своего рода такой ежедневник или планер, где всё расписано поэтапно. Допустим, готовишься к Новому году, и даже можно для себя сделать. Помыть люстры, постирать шторы, убраться, украсить ёлку или ещё что-то. Какие-то задания для себя придумать. Вот так вот мы вырезали задания. Мы будем их ложить по пакетикам и ложить игрушки. Затем нам надо будет сложить пакетик, взять дырокол, сделать вот такую маленькую дырочку, куда мы будем просовывать наш бантик для декора. Вот такие вот бантики. Специальные бантики есть. И ещё я забыла сказать, что вот у нас прищепки. Мы будем использовать прищепки. Ой, какие красивые прищепки. На них уже надет шпагат, и мы его будем прикреплять вот к такой вешалке. Вы можете взять, если у вас такой нет, вы можете просто на стену повесить, на скотч, либо взять обычную вешалку для одежды, либо просто верёвку повешать. И на каждую из этих секций повешать наш подарочек от 1 до 31. То есть ребёнок каждый день будет срывать, выполнять задания, и за это будет получать приз. Мне кажется, это так интересно и занимательно. Ну я пока приступлю, покажу результат в конце передачи. Ну я думаю, это будет интересно всем мамам, особенно многодетным, чтобы занять своих детей. Итак, встречайте у нас в гостях замечательная мама с активной жизненной позиции, Анна Кузьминова, у которой 5 мальчиков, старший из которых студент, а младшему всего 5 месяцев. Добрый день, Анна. Здравствуйте. Здравствуйте. А расскажите, пожалуйста, о себе и о своей семье. Семья у меня большая, нас в семье семеро, мама, папа и пятеро сыновей. Папа наш подполковник полиции, я сама работаю в судебной системе, сейчас нахожусь в отпуске по уходу за ребёнком. Старший сын Байсен учится в Северо-Восточном федеральном университете на первом курсе. Второй сын Байхан учится в политехнической школе номер 2 в девятом классе. Третий сын Байдам учится в Сахагимназии в шестом классе. Четвёртый сын Байтал ходит в детский сад. И самый маленький Байдар, 5 месяцев. Да, вот расскажите про имена. Они все на букву Б? Да, все на букву Б. Откуда пошла такая традиция всех называть? Где-то я такое слышала, что если имена похожи у детей, то они более сплочённые, такие, ну вот, всё оттуда и пошло. Ну, первого сына мы назвали Байсен, богатый внук. С двух сторон бабушки, дедушки. У меня у самой две мамы, крёстные родители. Он был, наверное, самым первым? Да, самым первым. Всех, да, премьератником, внуком. Поэтому он Байсен. Потом пошла Байхан, богатая кровь. Это из-за того, что, конечно, он нечистокровный, всё вперемешку. Вот, так и назвали Байханом. Да, потом Байдам. Байдам. Уже фантазия у нас была исчерпана. Начали смотреть всякие книги с якутскими именами и остановились на имени Байдам. Вот, и такой перерыв был конкретно, 10 лет, и потом осознанно решили пойти на четвертого, на пятого, да. И вот четвертого сына назвали Байталом и пятого Байдар. В общем, так. Расскажите, как начинается ваш день? Наш день начинается, ну, как и в обычной семье. Он никак не напоминает фильм «Один дома». Немного, может быть, даже не напоминает. Но всё у нас, как бы, все мальчики, поэтому всё по-спартански, постойки смирно, утром подъём, завтрак. Как рано просыпаетесь? Я просыпаюсь, ну, довольно-таки рано, но на данный момент, поскольку у меня маленький ребёнок, там, завтраками, всем прочим, занимается папа. Вот и хорошо, когда папа так помогает, да? Да. С утра завтрак, это всё ответственный он, а всё остальное уже, конечно, на мне. Ложимся мы поздно, я позже всех. Обычно все домашние работы уже, когда дети спят, когда никто не мешает. Там можно побыть наедине с собой, да? Спокойно. Анна, скажите, а ваши дети вам помогают по дому? У вас как распределены обязанности? Может, кто-то один посуду убирает? Может, есть дежурство. Да, может, дежурство какие-то есть. Ну, особо так не распределяем, но как-то так всё получается, что каждый своё дело делает. В основном у меня мальчики все самостоятельные, наверное, вот в чём многодетности, дети все вырастают самостоятельными. Не надо ни за кем там что-либо делать, они всё сами делают. Вот так. Здорово. Говорят, что с двумя детьми легче, тяжелее, чем с пятью. Это правда или нет? Нет, наверное. Ну, потому что старшие дети уже смотрят за более младшими, и вот так маме становится легче. Да, да. Скорее так. Скорее так, конечно. Конечно, как говорится, вначале нянька, потом лялька. А вот вы сейчас в отпуске походу. Да. А вот не возникало желания, может, пораньше выйти на работу, да? Вот кто вы по профессии? Профессия я юрист. Пораньше выйти на работу нет такого желания. Я вообще считаю, что женщина, она до полутора лет уж точно должна находиться со своим ребёнком, потому что лучше, чем мать, а ребёнка никто не позаботится, никакая няня не заменит, как говорится, да? И, конечно, хотелось бы посидеть даже подольше, до трёх лет. Полностью посвятить себя материнству. Да, конечно, хотелось бы, но всё равно приходится выходить на работу полтора года уже. А вы тогда поняли, что будете многодетной мамой? Вы, допустим, с детства мечтали об этом, что... Ну, о большой семье. О большой семье, возможно, я мечтала, но прям так, чтобы у меня было ровно пятеро детей, такого, конечно же, не было. Нас было трое детей, мы... Потом, как я уже ранее сказала, был перерыв, появились ещё двое. С детства я не мечтала, чтобы у меня было столько много детей, но... Три точно. А у вас у самой была большая семья? Вы выросли в большой семье? Нет. Многодетной? Ну, считается, как многодетная. Нас трое в семье. А муж, наверное, мечтал в большую семью? Муж родился, да, в многодетной семье. Все девочки, он единственный мальчик. Так что у меня мальчики одни наследники. Мы сейчас прервёмся на короткую рекламу, сразу после которой продолжим беседу. Вы смотрите «Город женщин». Я напоминаю, что мы беседуем с Анной Кузьминовой, мамой пятью мальчиков. Анна, есть такое мнение, да, что с рождением первого ребёнка ты ещё новобранец, неумелый, да? После рождения второго ребёнка ты уже солдат, а после третьего ты спецназ. А после пятого так вообще-то... Ну, наверное, скорее всего, да, я соглашусь с этим. Потому мамы, да, начинают на проблемы смотреть более проще. Потому что когда маленький ребёнок, женщины гладят там чуть или не до двух лет, воду кипятят. А потом с последующими детьми всё проще становится. Да, так и становится, скорее всего. Какие-то вот в вас, может быть, открылись новые способности или ещё что-то? Нет таких способностей, конечно, особо не открылось. Но да, становится с каждым ребёнком всё легче и легче, как бы. Ну вот вы сейчас сравниваете, допустим, как вы были мамой в первый раз, да? Да. Старшему сыну, который уже студент, и сейчас вы мама. Какие изменения произошли в вас? О, изменения во мне лично. Да. Ну, конечно, становишься более спокойной. На всякие мелкие проблемы уже действительно не обращаешь внимания. Как-то так. Вот я рядом с вами сижу и прямо чувствую такую вашу внутреннюю гармонию. Вот чем вы любите заниматься в свободное время? Какое-то у вас хобби, увлечение есть? Хобби, да, есть. Я занимаюсь скраббукингом, декупаж, пою. А ещё я заметила, что вы очень активный пользователь Инстаграм. Ну, не совсем активный, но есть такой. Сроголана всех инстамамочек знает. Конечно. А у меня ещё такой вопрос. Наверное, он будет банальным для вас, да? У вас пять мальчиков, а за девочкой собираетесь? Я вот так и думала, что обязательно этот вопрос будет. Нет, нет, ещё раз нет, потому что пятеро детей, всё, наверное, надо ставить в точку. Надо поднимать их, всё-таки. С каждым годом всё равно всё, жизнь сложнее, надо... Ну, не хотелось бы вам вот мальчики, они, ну, как-то с ними более проще, наверное, там, брюки, рубашку и пошёл, да? А девочки, там, бантики, колготочки, причесочки, не хотелось? Ну, внучки будут. Скажи правильно. Юля сказала, как мама мальчика. Да, у меня у себя двое мальчиков. Аня, вот скажите, получается, что мальчики же, они много кушают, это надо постоянно что-то готовить, новенькое изобретать. Сколько времени вы на кухне проводите? Большую часть времени, конечно, я провожу на кухне. Кухня, своя комната, кухня. А что у вас прям коронка ваша, что ваши домочадцы очень любят, когда вы готовите? Ну, так, так, коронка, как, ну, ещё не знаю. Ну, они очень любят сладкое, я пеку торты разные. Из такого вот обыденного, наверное, любят всё-таки обычные пельмени, там, манты. А вы, наверное, все вместе садитесь и лепите, когда столько рук, наверное, это происходит очень быстро. Да, лепетишки помогают, да, конечно. У каждого есть свои обязанности, может быть? Нет, я уже говорила, что таких обязанностей особо нет, просто по мере своего свободного времени помогают. А что самое главное в воспитании мальчиков? Наверное, дисциплина всё-таки самое главное. Вы какие-то, может быть, им постулаты говорите или, ну, как правило? Наверное, прежде всего, это пример папы. Конечно, пример папы, это точно. Наш папа очень спокойный, дети такие же. А какие советы вы можете дать вот мамочкам, у которых только один или два ребёнка? Ну, что я могу сказать? Я же не могу сказать. Вы рожаете много детей, это так хорошо. Нет, конечно. Ну, когда в семье, наверное, много детей, всё-таки интереснее. И жизнь интереснее, и как и для самих детей, так и для родителей. Так что на одном-двух, мне кажется, ограничиваться не стоит. Хотя бы три. Вот. Спасибо большое за столь интересную беседу. Мы сейчас переходим далее, да? Уже чувствуется приближение Нового года. Торговые центры, улицы уже украшены ёлками, мишурой. И все ждут самой главной новогодней ночи. А что такое чудо и что такое волшебство, мы сегодня спросили у наших маленьких телезрителей. Спонсор рубрики. Развлекательный центр «Мандарин». Мечта – это когда дети или взрослые о чём-то мечтают. Например, о красивой игрушке какой-то. Мечта – это когда человек хочет что-то совершить, но ему это очень тяжело сделать. Мечта – это мечта человека, который хочет либо славу, много денег, большой дом двухэтажный, трёхэтажный или миллионноэтажный. Когда человек мечтает, например, стать королём, что у него будет много денег, что он хочет всё смастерить, чтобы у него было много детей. И это, например, когда ты что-то хочешь, но у тебя этого нет. Ты думаешь об этом, так его сильно хочешь, но так и не можешь его купить. Это называется мечта. А вот есть ещё неизбыточная мечта, когда человек может летать без самолёта, без крыльев сам по себе. Дети о всём могут мечтать о игрушках, о новом кукольном домике, о куклах. Дети мечтают только о сладости и игрушках. Потому что дети все любят сладости и игрушки, и свободу. Они мечтают из бумаги, например, сделать деньги, как у нас в садике. Мальчик хочет сделать деньги из бумаги. Дети, наверное, мечтают, некоторые уже с школьного возраста мечтают не ходить в школу. Некоторые, наверное, хотят братиков, сестрёнок. А некоторые хотят, чтобы была соединённая семья. И жили они все вместе. Взрослые мечтают мало, а дети мечтают много. Потому что взрослые, ну это уже неинтересно, они уже подросли с этого маленького возраста. А дети, они ещё не подросли. Отдохнуть. Отдохнуть от детей, когда они спят. Взрослые мечтают о украшениях. Водители мечтают о том, чтобы дети их не болели, и мы были послушными. Взрослые, они могут мечтать обо том, чтобы дети слушались, чтобы у них было много денег. Я не знаю, о чём мечтают взрослые. Когда я выросу, узнаю. Действительно, у детей и взрослых, да, мечты отличаются. Хотя у некоторых, вон, мечтают о много денег. Я не знаю, через год. Дети и взрослые мечтают, чтобы дети были счастливы. И здоровы. И здоровы. И здоровы, это самое главное, да. Существует мнение, что при рождении ребёнка у женщины заканчивается её карьера. Можно ставить крест. Но это неправда. Есть очень много доказательств того, что с двумя, с тремя, с четырьмя и даже с восьмью детьми можно сделать звёздную карьеру. И сегодня мы хотели бы пригласить в гости обладательницу, не побоюсь этого слова, самого шикарного голоса в нашей республике. Это певица, артистка Государственного театра эстрады, преподаватель Арктического государственного института Алена Яковлева. Алена, здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Алена, мы знаем, что вы у нас многодетная мамочка. Но это не секрет. Расскажите о своих детях. У меня их трое. Старший у меня сын Максим. Сейчас он является студентом речного училища. Ну, как правильно называть, курсант речного училища. Всю жизнь мечтал стать военным. Дважды пытался поступить в кадетскую школу. Но, к сожалению, баллов не хватило, поэтому не получилось. Ну, хорошо, когда у ребёнка такая мечта и стремление. И он всегда мне говорит, что он здесь жить не будет, уйдет жить в другой город. Ну, я думаю, станет моряком и будет бороздить просторы океана по всему земному шару. Его мечта сбудется. Старшая дочь, её зовут Настя. Её так назвал мой отец, потому что, как он говорит, Анастасия великая. Она, говорит, выросли, будет великой. И попросил, чтобы вот именно он назвал свою внучку. Ну, я дала ему волю. Она у меня ученица Татологинской средней школы. В седьмом классе учится. Неплохо учится. И могу похвастаться, что она у меня очень вкусно готовит сладкие пироги и торт. Ну, наверное, мои подписчики в Инстаграме все историю узнают, что у меня готовит Настенька моя. Она очень хорошая хозяйка, очень хорошая няня. Я её называю «мама-два», потому что она очень хорошо смотрит за своей младшей сестрёнкой Анечкой, которой 6 лет. Вот Анечку я назвала в честь своей лучшей подруги, которая живёт в Намцах. Мы с ней дружим уже 21 год. Ни разу не ругались ту-ту-ту-ту. И друг друга понимаем, очень любим друг друга, уважаем. У неё трое сыновей. А Анечка у меня очень любит петь, танцевать. И она ещё у меня научилась садиться на шпагат сама. То есть она сама себе развила растяжку, и прямую, и косую. Она такая вся артистичная, вся в маму. Ну, я не знаю, может быть и в меня, но они все втроём очень похожи на отца. То есть я мимо проходила, рядом вообще не была. А в ком-то, может быть, есть талант ваш? Ну, на самом деле они у меня все втроём талантливые. Сами, вот сын у меня иногда сам по себе что-нибудь, что-нибудь занимается. Бубнит под нос, там поёт песенки якутские, да, песни якутские. Ну, вот нынешние молодёжи сейчас. Настя у меня постоянно смотрит «Дети голос». Если она пропускает передачу, то она находит их в Ютьюбе и смотрит, и старается подражать. Тоже повторять каждые песни. Ну, Аня у меня вообще, она сама по себе. Быстренько, резко так забегает в комнату и говорит «Мама, я тебе песенку спою». И начинает там сочинять. И потом ещё танцует всяко разное. Ну, видимо, по телевизору смотрит, как дети танцуют. А хотели бы, чтобы кто-то из детей пошёл по вашим стопам? Нет. Почему? Ну, на самом деле, жизнь артиста, она очень такая сложная, непредсказуемая. Нет у нас определённого какого-то режима. Мы можем встать в пять утра, прийти, вот, например, на эфир, да, прямой эфир, сангакюнь. Или же вообще взять и резко куда-нибудь уехать на месяц, на недели. Ну, такая вот работа у артиста, что... Ненормированный график. Да, ненормированный график. Поэтому я бы не хотела, чтобы мои дети так жили. Спасибо большое, Алёна. Мы сейчас прервёмся на короткую рекламу, сразу после которой продолжим. Вы смотрите «Город женщин». Мы продолжаем разговор с известной якутской певицей, актрисой, артисткой Аленой Яковлевой. Алена, я знаю, что у вас не трое детей, и есть ещё четвёртая старшая дочка. Расскажите о ней. Ну, она моя племянница родная. У меня была старшая родная сестра Машенька. Она очень рано ушла из жизни. И Сашенька осталась на наше обеспечение, наше воспитание. Ну, мы с мамой, с папой как могли, так и вырастили из неё. Её, я думаю, очень даже успешную девушку. Ну, вот она родилась, когда мне было 17 лет. Я была студентка, и очень долго думали, как же её назвать. И как-то вот лежит она в люльке, и я смотрю так, и всякие имена. Наталья, Мария, там, Диана. И Александра сказала, она как-то на меня так посмотрела странно. Ага, как будто бы ей понравилось. И прям ей так пошло это имя, и всё. Я прям из комнаты выбежала, и давай кричать. Я знаю, как её назвать, она будет Александрой. Ну, и всё, и так и решили. Вот. И, ну, сейчас ей 20 лет. Она студентка второго курса педколледжа, педагогического колледжа. Очень похожа на свою маму. Я её называю доченькой. Ну, она, правда, называет меня Алёнка. Ну, конечно, с рождения воспитывали её, и поэтому она как дочка. Ну, вы тогда были совсем молодая, да? Ну, конечно. Набирались опыта? Да, опыт у меня ещё и на младшем брате начался. С 8 лет, можно сказать. А сейчас вы же много гастролируете, много выступаете, и бывают и вечерние концерты. Кто смотрит за детьми, кто вам помогает? Ой, я не знаю, что бы я делала, если бы не наши бабушки. Мать моего супруга и моя мама. Ну, просто они меня выручают. Я вот молюсь на них. Если бы не они, я бы не получила образование. Если бы не они, я бы сейчас не занималась своим любимым делом. Я бы не исполнила свою мечту выйти на сцену. Алёна, а вот до того, как вы стали артисткой, расскажите, вы кем были? Ну, меня в основном знают как преподавателя по эстрадному вокалу. У меня очень много лет была своя частная школа эстрадного вокала. Записывались ко мне за несколько месяцев. В студенческие годы даже я к вам ходила. Ну, вот у меня в 99-м году будет 20 лет преподавательской деятельности. Ничего себе. Ну, если по трудовой книжке смотреть, с 99-го года я начала преподавать. Ну, вот вы преподавали, а потом как так получилось, что вы решили выйти на большую сцену? Ну, у меня родители артисты. Мама у меня оперная певица, 35 лет проработала в театре оперы-балета солисткой. Отец у меня заслуженный артист республики, баянист, мелодист. И вы такой закулисный ребенок. То есть вы, да, я родилась в театре. Да, закулисная жизнь у меня была. Но я почему-то не хотела быть певицей, но просто вот как-то вот само вышло вот так вот. Мама заставила меня поступить в музыкальный колледж, потом я поступила в арктический институт на вокальное отделение. Но почему-то после окончания я не пела. Ну, так, может быть, там, где-нибудь там попросят, спою там. Не решались? Не решалась, да, скорее всего. Ну, еще и семья, дети, воспитание детей. Вот это вот все очень, конечно, тоже мешало. Что стало переломным моментом, и вы вышли на сцену? Переломным моментом стала смерть моей тети родной. Ну, я ее всегда называла бабушкой. Бабушка, потому что бабушки, дедушки мои очень рано ушли из жизни. Я их не видела, не знала. И я тогда поняла, вот в 33 года мне было тогда, я тогда поняла, что жизнь-то короткая. Надо за мечтой своей все-таки идти. Надо во что бы ни стало мечту свою исполнить. Я до ночи не спала, думала, думала, и наконец-то решила, что я закрою свою частную школу и начну выходить на сцену. Я позвонила 2 часа ночи маме, а она перепугалась. Доча, что случилось? Ты так поздно звонишься. Мама, все, я решила. Я выхожу на сцену. Мама, я задохнула, слава богу. Да, слава богу. Наконец-то, говорит, доча, ты пришла к этому, вот, пришла, да. Расскажите еще о своей семье, своих девочках, сыне. Как вы проводите все вместе время? Ну, хочу начать с того, что у меня 3 принцессы. Александра, Анастасия и Анна. И один гладиатор. Максимилиан, да? Максимус. Максимус. Да, как раз, когда я родила сына, в этот год вышел фильм «Гладиатор». Ой, я влюбилась в этого актера, вот, Рассел Кроу, красавчик. И вот его героя звали Максимус, и я назвала сына в честь вот этого героя. Ну, сын у меня мужчина, глава. Он за своими сестрами следит, честь бережет, все, прям вот, ага. Ну, а девочки у меня, конечно, они очень помощницы большие. Я вот всегда говорю, что бы я без них делала, я не знаю. Но мне очень хороший совет дала вот Света Руфова, моя хорошая подруга. Спасибо за это, у нее пять детей. Она тоже бизнес-леди, все успевает. И она мне сказала, Алена, не бойся, чем больше детей, тем больше Бог тебе помогает. Спасибо большое, Алена, за столь интересную беседу. Мы желаем вам еще больше творческих успехов, здоровья и счастья вашим детишкам. Спасибо большое. Сейчас многие постят в Инстаграм. Кто-то делится своим опытом, кто-то ведет просто видеоблог, а кто-то черпает там много полезной информации. А сейчас мы узнаем, какие новости произошли в мире Инстаграм. Минус 40 не помеха для настоящего романтика. Это доказал парень по имени Артур, который сделал своей девушке предложение руки и сердца в суровый якутский мороз. Роза на снегу и искренность чувств останутся в памяти надолго. Этот пост набрал поразительное количество лайков и комментариев. Тем временем стало известно имя самой красивой девушки во вселенной. И это 22-летняя Демили Нейль Питерс из Южноафриканской республики. Представительница из России, к сожалению, не прошла даже в финал и не смогла побороться за титул «Мисс Вселенная». Один из самых популярных фотографов Якутии выложил видео, где показал свое мастерство, работая сразу в двух локациях. Алексей Павлов давно славится своим профессионализмом, но такого не ожидали даже его коллеги. Пока остальные спасаются от морозов и улетают отдыхать туда, где тепло, артистка Василена Шарина делится с подписчиками своими приключениями в родной якутской деревне, доказывая, что и без пальм можно расслабиться. Все-таки действительно морозное утро и бабушкина стряпня не заменит никакое южное солнце. Прекрасная новость о том, что выпускники Тойбухойского детского дома устроили сюрприз своей воспитательнице Екатерине Тихоновой, облетела весь интернет. Ребята организовали торжество и подарили любимому педагогу норковую шубу и шапку. Певица Олимпия планирует удивить своих поклонников чем-то новеньким. Со стилистом Дмитрием Васильевым они не раскрывают все карты и сохраняют интригу. Наверное, к Новому году мы сможем увидеть, что же у них получилось. Недавно актриса КВН-щица Рая Кириллина поделилась с пользователями Инстаграма потрясающей новостью. Ей сделали предложение, и она сказала «Да». Поздравляем с таким замечательным событием и желаем счастья жениху и невесте. Как замечательно, да, Алексей Павлов двумя руками фотографирует. Я бы тоже хотела так все вместе одновременно делать. О том, как правильно вести свой Инстаграм, расскажет Сарглана Амосова. С вами рубрика «Полезный Инстаграм». Сейчас очень многие мамочки ведут свой бизнес в Инстаграм. И как же можно совместить домашнее хозяйство и социальные сети? На помощь вам придет контент-план. Контент-план – это такой список заранее подготовленных постов на какое-то время. Как же он делается? Свой контент-плант я веду в Ворде, но также прекрасно подойдут ежедневники, а также закладки в телефонах. Для начала вам нужно подумать, что бы вы хотели запостить или о чем хотели рассказать. Посты должны быть продающими, развлекательными и информационными. Что такое полезный пост? Например, если бы я продавала коляски, я бы написала такой житейский пост, где поделилась бы, как удобнее всего ее хранить, где ее хранить в доме, как ее удобно чистить. Что такое продающий пост? Например, это пост, где написаны общие характеристики, цена, подробное описание вашего товара. Информационный пост, развлекательный пост – это всевозможные опросы, конкурсы, смешные видео и фотографии. Так как же нам распределить грамотно его на всю неделю? Мы придумываем посты, что хотим написать и примерно расставляем. В понедельник я напишу о том-то, да, допустим, в понедельник я напишу продающий пост, я расскажу там о замечательном комбинезоне на овчине, и расскажу, из чего он сделан, и обязательно напишу цену, например, ну, 5000 рублей. В полезный пост, например, я расскажу, что сейчас модно, там, в детской одежде, о каких-то трендах. О новинках. О новинках, да. Ну, развлекательный пост, я, например, проведу опрос, что же полезнее, унты, там, удобнее для идти, или валенки. Разобравшись с постами, мы начинаем распределять их по дням недели. А потом, разобравшись с текстовым материалом, мы начинаем думать о картинках, потому что Инстаграм – это, конечно же, красивые фотографии и интересные картинки. Для начала сфотографируйте товар или найдите хорошую фотографию в интервете, обязательно хорошего качества. В одной из передач я рассказывала, что у меня в телефоне есть отдельный фотоальбом, где, ну, я храню те фотографии, которые, возможно, мне пригодятся, ну, в Инстаграме. Затем вы можете, ну, вот, вы распределили все ваши тексты, и можете просто спокойно копировать текст и выбирать красивые фотографии, и просто постить. В какое же время нам лучше всего постить? Конечно, вот есть понятие прайм тайм – это утром. Вот мы все утром просыпаемся, что мы делаем? Все начинают листать Инстаграм, берем наши телефоны, берут в руки. А во сколько люди пробуждаются? Примерно с 7 до 9. А затем наше время обеда. Сейчас очень много людей, как обедают, они смотрят свою ленту, там, проверяют свою почту. Это время у нас примерно с 12 до 2. Ну, и затем, когда мы заканчиваем работать, некоторые даже советуют вот где-то с 5 до 6, самое время, когда уже все люди хотят домой, да, побыстрее, и все сидят в Инстаграме. Вот получается где-то с 5 до 10 вечера тоже хорошее время. Но на самом деле у каждого это время индивидуально. Нужно просто перевести свой личный аккаунт в бизнес-аккаунт, тогда вам будет доступна статистика. Возможно, ваши подписчики наиболее активны, ну, в 3 часа, в 4. Это все индивидуально. И стандартные правила. Выкладывайте посты регулярно, обновляйте контент. Спасибо большое, Саргалана, за столь полезную информацию. А сейчас мы прерываемся на короткую рекламу. Я напоминаю, что вы смотрите «Город женщин». Мы продолжаем говорить о многодетных мамочках. Итак, встречайте, следующая наша гостья. Многодетная мама, у которой семеро детей. Она разрушила стереотип о том, что у мам, у таких мам отсутствует возможность реализоваться в профессиональной сфере. Встречайте, Елена Черноградская. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Мы знаем, что у вас семеро детей. Я так прямо даже сразу не скажешь. Спасибо. Вы отлично выглядите. Расскажите о своих детях. Ну, у меня 4 мальчика и 3 дочки. Четверо уже взрослые, работают. Подкончили образование высшее. Трое. У меня студентка, дочка сейчас, с УФУ учится. И мальчик, который заканчивает школу. И третий классник. Скоро ему будет 10 лет. Мой самый маленький ребенок, который с утра до вечера говорит мне, «Мамочка, я тебя люблю». Мы знаем, что вы уже бабушка. Сколько у вас внук? Да, я бабушка. Очень молодая бабушка. У меня пятеро. Пятеро. Так, трое внуков и две внучки. Ничего себе. Сладенькие, маленькие девочки. А сейчас, получается, с вами сколько детей живут? Ну, у меня вот эти три моих. Трое детей, да? Двое уже. Маленьких. Маленьких, я так говорю. Да, маленькие. Ну, которые младшие. Мы знаем, что у вас такая интересная ситуация получилась, да? Несмотря на то, что у вас семеро детей, вы продолжили свою карьеру. Да. Ну, жизнь, как говорится, вносит свои коррективы всегда, да? Я вообще не думала, что буду многодетной мамой. У меня было двое детей, девочка, мальчик. Что еще можно пожелать современной маме? Так, ну, мы с мужем договорились, подумали, подумали, потому что муж у меня, я работала в милиции, он работал в милиции. Иногда бывало, что у нас дежурства вместе совпадали, и дома нас вообще не бывало сутки. Вот подумали, сказал он, что дает мне дорогу, открывает мне карьерную дорогу, пускай, ну, ты работай, а я буду за детьми, за домом, за хозяйством. Тогда у вас было двое детей? Нет, тогда было у нас шестеро уже. Шестеро, ну, старшие это уже практически взрослые были. Школу заканчивали там седьмой, восьмой, где-то так, девятый класс. А вы с молодости мечтали, чтобы у вас будет большая семья? Да. Ну, мне вообще было интересно, как же вот знать, как же вот многодетные семьи, да, у меня в классе, допустим, были матери героинь, дети матери героинь. Я всегда им завидовала, как же их много. Нас в семье двое, я, моя сестра младшая была, и у родителей тоже по двое всего. Поэтому, ну, не знаю, мечтала, не мечтала, но так получилось, что у меня сейчас большая семья, и это здорово. Сейчас дети помогают по дому, может, как-то у вас распределены обязанности? Ну, с малых лет мы в семье распределили, вообще так, у нас иерархия, можно сказать, да, старших должны все слушаться. Старшего брата, значит, слушаются все. Старшую сестру, те, которые после нее идут, тоже слушаются. И вот старший сын уже седьмого класса начал сам готовить ужин, он нас встречал горячим ужином, да, радовал нас. Потом постепенно вот и по телефону он спрашивал, как готовить, что готовить. Я его учила по телефону рис, там макарошки, там все вот это готовить. Потом он хорошо сам готовит, чипсы научился сам готовить, радовал, да, младших. И так у нас вот постепенно, после он как шел, закончил школу, дочка стала вместо него. И так пошло-поехало. А как научить самостоятельности ребенка? Как научить ответственности? Может быть, какие-то правильные слова нужно подбирать или какими-то поступками? Ну, вообще говорят же, ребенку говорить это все равно, что как... Он не слушает, он видит, да, как вот живут родители, допустим. Я воспитана также, видя своих родителей, как они трудятся, работают, ну, живут. И, соответственно, тоже стараюсь, чтобы мои дети что-то черпали у меня, да, у мужа, у отца. Поэтому стараемся быть им интересными, что-то всегда новое для себя открывать, что-то, чтобы им это было интересно, чтобы они восхищались тобой. И чтобы убрали, например, вот в многодетной семье, уделить внимание каждому. Ну, это очень тяжело, сразу скажу. Лично я какой метод нашла? Я каждому уделяю по чуть-чуть. Ну, так, чтобы другой это не видел, но стараюсь, да, поцеловать, там, погладить, что-то хорошее сказать, окрылить. Ревности не было? Ну, бывает иногда, конечно. До сих пор, наверное, ревнуют старше. Когда нас с работы приходили, бежали все, наверное, то быстрее маму обнимать. Да, дочка иногда старшая говорит, мама, вот ты нам мало времени уделяла, а вот с Альбертом, ну, что сделаешь, это младший сын. Я сейчас же на пенсии, надо куда-то это все кому-то отдавать. Взрослые, они сами уже у своих, у них семьи, поэтому. Мы знаем, да, что у вас трое детей-то свои, а четверо у вас приемные дети. Наоборот. А, наоборот. Да, у меня четверо мои, четыре мальчика, одна дочка и трое племянников, которые мои тоже стали родными. А как так получилось, что это было? Ну, трагический случай, к сожалению. Сестра умерла очень рано, и вот дети остались маленькие совсем. Старшему четыре года было. Ну, а вашим детям тогда сколько было лет? Старшему семь лет, а младшей, ну, дочке тогда четыре года было. И вот так вот, пирамидально, как матрешки. Ирина, а вот с мужем у вас бывают такие вот непонимания или как-то он ругает детей, а вы хотите их защитить? Да, конечно, бывало. Как вы вот урегулируете эти вопросы? Дальше бывало, да. А потом мы как-то сели и, ну, посовещавшись, все-таки пришли к тому, что когда он ругает, я отстраняюсь. Отстраняюсь, да. Ну, конечно, бывало очень. Прямо хотелось, да, что-нибудь там сказать в пользу ребенка. А он так же, когда я ругаю, тоже как бы в сторонке стоит. Ну, не мешаем друг другу, потому что и папина воспитание нужно ребенку, соответственно, и мамина. Ну, вот дети все понимают, да, что они в многодетной семье выросли, что у них много братьев, сестер, это большая поддержка. А кто-нибудь мечтает тоже о большой семье? Кто-нибудь говорит, что я вот вырос, ты у меня будет? Ну, у старшего сына уже трое детей. Уже трое детей. Да, он как бы уже многодетный, можно сказать. Да, одна дочка, вот средняя дочка всегда мечтала о большой семье. Ну, не знаю, сейчас у нее вот есть дочь. А никто не говорит, нас так много, мне там вот внимания не хватало или еще что-то, я хочу, чтобы у меня был только один ребенок. Нет, никогда такого нету. Ну, мои дети дружны между собой, они помогают друг другу и ответственны друг за друга, и за нас, и за себя. Потому что мы же все-таки сотрудниками были, да, всю жизнь практически, как они себя помнят. Поэтому мы всегда говорили, что не дай бог, да, маму, папу не надо подставлять, ведите себя прилично. Ну, это у них. Спасибо большое за интересную беседу. Спасибо вам. Мы желаем вам всего доброго. А далее мы переходим к рубрике «Фабрика идей». Получилось. Мы повешали наши пакетики. Я разложила в каждый пакетик по одной игрушке, либо по одной сладости, и обязательно с заданием, которое ребенок должен будет выполнить. Значит, от первой даты, ну, от первого числа до 31-го. То есть ребенок уже будет ориентироваться, сколько дней осталось до Нового года. Ведь, как мы знаем, Новый год – это в основном, наверное, детские праздники. Его ждут больше всего, наверное, дети. А взрослые, вспоминая свое детство, тоже у них ассоциации такие чего-то доброго, теплого, что сбываются все желания, исполняются мечты, какие-то случаются с нами чудеса. И поэтому я считаю, что у каждого ребенка должно быть такое вот воспоминание, которое он будет с теплотой вспоминать в будущем. И это будет очень ярким моментом в жизни его. Юль, этот адвент-календарь можно сделать и не таким, да? Да, не таким можно сделать, можно поменьше. Можно мешочки сшить, можно спичечные коробки туда просто желание положить, да? Можно баночки из-под чипсов взять и переделать их. Все, что вот ваша фантазия вам позволяет, как вы хотите, не обязательно как-то что-то сложное делать. А какие задания ты туда положила? Можно вот, да, по стажинам? Ну вот, например, рассказать новогодний стих, сделать уборку в комнате. Это вот один день, одно задание. Вот это вот мои любимые желания такие. Да, лепим новогодние фигурки из соленого теста, сделать снежинку из макарон, сделать елочку из пластилина. То есть он каждый день будет ждать какого-то задания и с удовольствием будет его делать для того, чтобы получить приз. Да, и главное, чтобы мама была к этому готова. Ну, мама-то, конечно, поможет. Самое главное, что вот я говорю, это нужно сделать как-то незаметно для ребенка потом. Раз, и сюрприз. Дети в многодетной семье, особенно первенцы, более ответственны и инициативны. Это связано с тем, что малыши, подрастая, стараются помочь маме, занятой готовкой, уборкой и стиркой. Постепенно дети естественные и без принуждения учатся самостоятельно справляться с бытовыми вопросами. Многодетная семья – это микроколлектив, в котором разнополые, разновозрастные дети учат общаться, делиться, разрешать конфликтные ситуации и мириться. Каждый малыш побывает в роли старшего и в роли младшего. Бесспорно, в разрешении спорных вопросов легко адаптируется в любом коллективе. Спасибо вам, дорогие наши телезрители, что были с нами. Пишите и звоните нам. Всего доброго!